подруги привет и добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами в очередной раз будем кормить моего ребенка по вашим частым просьбам сегодня выпуск нашего меню и буду показывать вам что мы едим в течение дня постараюсь максимально много информации для вас включить и максимально много показать рассказать значит чем мы сегодня будем заниматься первое у нас сегодня что у нас 719 мне нужно ребенку приготовить завтрак значит мы с вами будем готовить завтрак потом мы с вами будем готовить ему обед-полдник и будем готовить ужин также а буду показывать рассказывать что мы используем для ребенка в качестве вкусняшек во время его перекуса и также что я обычно беру с собой во время прогулок особенно во время прогулок когда уже на улице не так тепло и нужно позаботиться о том чтобы ребенку было максимально удобно тепло и чтобы он мог быстро перекусить в случае если он проголодается на улице ну или если он захочет попить для приготовления некоторых блюд я также буду использовать гаджеты кто за мной следит в инстаграме вы наверняка уже заметили на фоне вот два предмета от компании агу это чайник для малышей и также процессор еды ну или простым словом говоря блендер пароварка опять в одном которая помогает маме легче готовить еду вы знаете что я не кухарка вообще и для меня самое главное на кухне комфорт когда только начинала водить прикорм своего ребенка мы пользовались а блендером пароваркой от а в но сейчас моем доме появились вот такие вот прекрасные гаджеты от агу и для меня на самом деле очень интересно узнать возможно ли полноценно пользоваться этими предметами когда ребенок уже вырос когда например пюрешки которыми он питался например 8 месяцев сейчас уже стали но не знаю редким каким-то случаем перекуса или просто вкусняшкой сегодня как раз таки будем это выяснять сразу хочу вам предложить если вам интересно чтобы я сделала обзор этих гаджетов чтобы сравнила их например тем же самым овент который мы пользовались достаточно длительное время напишите внизу в комментариях или напишите мне в директ в инстаграм что вы хотели бы от меня видеть обзор процессор опять в одном от агу чайника и сравнение с блендером пароваркой от а вент я на самом деле думаю что это могло бы быть интересно и я с большим удовольствием рассказала бы вам о всех их плюсах а всех их минусах и дать какой-то свой вердикт стоит ли покупать тот или иной гаджет а сейчас время готовить завтрак поскольку мой ребенок в любой момент может проснуться и потребовать еды ну или просто пить кофе пока в доме тишина есть у матери выбор париться с этим выпуском или просто пить ладно буду париться назад а как правило у нас либо каша это всевозможная каша либо это например яичница с тостами но так как каши такой интересный очень момент в прикорме от детей особенно до года то сегодня еще раз я расскажу по поводу того какими кашами пользуемся почему и как нужно выбирать кашу для ребенка в рацион которого мы только вводим эти каши впервые сейчас когда ребенку полтора года мы едим все каши начиная овсяная кукурузные гречневые заканчивая пшеной рисовые так далее так далее причем едим мы как взрослые так и детские каши у меня в доме осталось большое количество наших детских каш нутрилон еще со времени карантина когда я закупилась вот прям так чтобы наверняка поэтому сими кашами планирую ребенка кормить выбрасывать их не хочу а срок годности не позволяет их оставить до второго малыша в будущем и давать эти каши ему поэтому детский каши нутрилон мы едим также мы еще потребляем у нас есть овсяная каша от флёр альпин здесь вот также в вкус вилл я купила вот такую вот кашу попробовать гречневую и также ведь взрослой каши но в принципе если говорить про взрослой каши это уже вот любая каша которая вам понравится здесь у меня взрослая каша которая привезла из риги очень хороший производитель и сама каша 4 здесь злака она очень очень классная многие мамочки меня спрашивают зачем нужно ребенку готовить детскую кашу почему нельзя например взять простую гречку и перемолоть и просто ребенку предложить вот обычную гречку зачем тратить деньги ответ на этот вопрос очень очень простой когда мы вводим в прикорм ребенка каши или в принципе любые злаки нам нужно убедиться что у ребенка нет аллергической реакции ни на один из вводимых злаков поэтому очень важно каждую кашу водить по отдельности то есть это монокомпонентная каша и когда мы покупаем например гречку да вот кажется вот на упаковке у нас гречка или даже детские каши да вот например детская каша очень хорошего качества здесь написано что она не содержит глютен из цельного зерна легко усваивается полностью натуральная без сахара и соли в принципе то что нам нужно здесь есть всякие разные отметки о том что это биорганик и супер-пупер производство каш сертифицировано по требованиям многостепенчатый контроль качества соответствует системе контроля продукт своими питательными свойствами подходит для питания пожилых людей продукт не содержит гмо консервантов и так далее и так далее изготовлен из обработанного органы органического сырья другие контроль качества начиная с этапа закупки сырья и выпускаю готового продукта гарантирует вашему ребенку получение всех веществ и так далее и так далее в общем на упаковке сказано о том что здесь вот прям супер все безопасно для ребенка и по высшим стандартам произведено вот эти нутрилон каши которыми мы пользуемся ну и здесь написано что без добавления сахара консервантов палевого масла глютена и так далее и так далее в общем все очень красиво но на что нужно обращать внимание вот здесь когда мы например читали что не содержит глютен здесь маленькая звездочка и в принципе мы все знаем что гречка например она глютен не содержит если ваш ребенок поев эту кашу показал аллергическую реакцию мы сразу же думаем о боге-боге у него аллергия например на гречку теперь гречку ему давать ни в коем случае нельзя но если мы почитаем на обратной стороне и посмотрим состав вот состав здесь написано органическая греча гречневая мука витамин b продукт может содержать следы глютена так как все каши baby king изготовляются на одном промышленном оборудовании и вот это самая главная строчка которую мы должны прочесть на коробке а точнее сказать которую мы не должны увидеть на упаковке такой строчки нет на упаковке нутрилона сейчас посмотрим если флор альпин так состав флор альпин цельнозерновая овсяная мука витамин b1 и звездочка органическое сельское хозяйство то есть в составе нет ничего но в принципе в составе на разных кашек может быть написано что есть остатки сои остатки орехов остатки других злаков это что означает это означает как было написано на этой упаковке что используется одна производственная линия то есть линия обработки по который проходит например эта гречка на этой же линии проходила обработку кукуруза например овсянка орехи какие-нибудь может быть соевые продукты еще что-то и остатки этих продуктов могут просто-напросто попасть в упаковочку этой конкретной гречневой каши и когда эти остатки попадают в организм вашего ребенка он показывает аллергическую реакцию и вы думаете что у него аллергия на гречку на самом деле нет аллергия у него на один из этих продуктов остатки которых есть в этой каше и поэтому когда мы покупаем детскую кашу очень важно чтобы на упаковке в составе было написано только вот например давайте нутрилон посмотрим состав овсяная мука рисовая мука из молотых зерн овса и риса и все больше ничего на упаковке гречки например там только один компонент поэтому если вы уже вели например овсянку вели рис и вы знаете что все в порядке эту кашу в у ребенку спокойно можете давать если вы вели по отдельности все каши чистые детские монокомпонентные и знаете что у ребенка нет никаких аллергий тогда спокойно можете давать ребенку и взрослые каши и будете знать что с вашим ребенком все будет в порядке это первая причина по которой следует покупать чистые детские каши и обязательно обращать внимание на состав то что упаковка говорит что это детская каша и она безопасна еще не означает что оно так. Второй момент, помол этих каш, он настолько мелкий, что, в принципе, дома помолоть так злаки невозможно. То есть, это промышленный помол, и он действительно очень-очень мелкий. Многие мамочки, когда видят, что это быстроваримое, например, там на 50 градусов нужно нагреть воду, и все, каша готова, им кажется, что быстроваримое это автоматически означает вот плохое, некачественное вот какая-то доширак китайская еда. На самом деле, это не так. Просто эта каша настолько мелко помолота, что мы, в принципе, можем ее приготовить без необходимости эту кашу реально варить. Сегодня мы с вами приготовим детскую кашу, поскольку у меня их огромное количество. Взрослую кашу будем варить в другой раз. Единственное, что могу сказать по поводу каш, которые я варю, я всегда варю их только на воде. Я не варю каши на молоке, поскольку молоко в процессе варения, оно вытягивает из каши полезные вещества. Таким образом, она становится менее полезной для моего ребенка. Поэтому, когда я варю ребенку взрослую кашу, я молоко добавляю только в самом-самом конце, когда каша уже немного остыла, и нужно ее еще немного более остудить, чтобы ребенок мог уже ее потреблять. И также я добавляю фрукты, ягоды, пюре и, в общем, любые добавки, которые либо делаю сама. Кстати, сегодня мы также для кефира вечера будем делать ему фруктовую добавку. Либо также я использую баночки гербера, которые у меня ровно так же, как и детская каша, после карантина в доме остались, и их нужно использовать. Я их просто даю ребенку либо в качестве вкусняшки, перекуса, либо добавляю в те же самые каши, в кефир и так далее, как очень хорошее, качественное фруктовое пюре. Также кашу, ровно как и любую другую еду ребенку, я готовлю максимум на 2-3 дня. Дольше в холодильнике я ничего не держу, но если дело не касается, конечно же, заморозки. То есть, если просто помещать в холодильник, это максимум 2-3 дня. По истечению этого срока либо этот продукт я выбрасываю, либо съедаю сама и готовлю заново свежее. Сегодня тогда будем ребенку готовить гречневую кашу, и эту гречневую кашу я буду готовить при помощи чайника Агу. Чайник очень классный, я долго на него смотрела и как-то не решалась, нужен он мне или нет. И в принципе, когда у тебя в доме есть обычный, тем более, если есть хороший чайник, то ты думаешь, ну зачем нужно? Но когда у меня реально появилась возможность его попробовать, я поняла, что это прям какая-то очень классная золотая вещь, которая имеет в себе разные функции, позволяет не только вскипятить воду для чая, кофе, но и также является хорошим помощником в приготовлении еды для малыша. Во-первых, здесь можно кипятить воду и контролировать градусы воды до 1 градуса, то есть у тебя всегда будет идеальная температура воды для приготовления, например, каши, которую я готовлю сегодня. Также в этом чайнике можно подогревать бутылочки, как грудное молоко, так и смесь, можно стерилизировать. И, что самое интересное, здесь даже можно пароварить продукты. То есть этот чайник можно использовать так же, как пароварку. Это очень-очень круто. Здесь можно выставлять время, можно делать отсрочку начала работы. Например, если ты ночью ребенка кормишь, ты можешь поставить таймер на, например, там 2 часа ночи, и этот таймер позволит чайнику включиться в нужное время. И ночью, когда ребенок проснется, на свое кормление, его бутылочка всегда будет теплой. Чайник очень полезный и классный. Если захотите, то детальный обзор всех его функций я сделаю в отдельном видеоролике. Как я уже сказала, кашу обычно я готовлю на воде и, как правило, делаю ее немного более густой, чем необходимо ребенку. Просто для того, чтобы потом уже добавить либо фруктовую добавку, то есть это для вкуса, чтобы каша просто-напросто была очень вкусной, и для того, чтобы добавить молоко. Молоко, во-первых, помогает еще немного больше остудить горячую кашу, и также помогает консистенцию сделать немного более жидкой, если каша действительно очень-очень густая. Ну и, конечно же, что там говорить, на молоке каша намного более вкусная, чем на воде. Как правило, для каши в качестве фруктовой добавки я использую банан. Так Рэм в течение дня бананы не особо-то любит. То есть, как перекус или вкусняшку с собой, я бананы беру крайне-крайне редко, поэтому бананы он ест утром в своей каше. Я могу, как я уже сказала, добавить также из баночки Гербер фруктовое пюре, либо то пюре, которое я готовлю сама. Все хорошенько обмешиваю и предлагаю ребенку на завтрак. Соль, сахар и прочие специи я в каше не добавляю. Ровно так же, как я и не добавляю, в принципе, в любую другую еду. Очень-очень редко, может быть, я могу посолить. Но, опять же, это больше в виде исключения, если я знаю, что ребенок эту еду вот совсем уж отказывается есть. Это такая последняя попытка предложить ему, и, может быть, ему хочется что-то более вкусное. Но, в общем и в целом, я не использую соль, не использую сахар. В качестве вот таких вкусовых добавок я использую, как я уже сказала, фрукты. Могу использовать вот во время обедов это зелень. И начала использовать также лук, чеснок, но это я уже покажу вам во время обеда. И также во время завтрака я ребенку предлагаю молоко, которое он действительно очень-очень любит. Вы часто мне, на самом деле, задаете вопросы, как же придумывать и что же ребенку готовить, что же ему давать. Уже сил нет, уже и так и сяк, уже вот просто фантазии не хватает. Я к этому вопросу, на самом деле, подхожу очень просто. Может быть, потому что я сама такая сильно традиционная в своих предпочтениях ежедневных, что касается еды, я как-то не воспринимаю себя и, в принципе, дом, кухню домашнюю для ребенка, как какой-то, знаете, суперресторан, в котором мне нужно ребенка каждый день удивлять. Моя задача как мамы – дать ребенку сбалансированное питание, то есть чтобы он получал ежедневно нужное количество углеводов, нужное количество белков, нужное количество жиров, чтобы он получал полезные вещества, витамины, молочку, все необходимое, чтобы он не потреблял много сахара, чтобы в его организм не попадало непотребных продуктов или испорченных продуктов, химии всякое разное. Ну, в общем, чтобы ребенок имел здоровое питание и чтобы ребенок мог расти и быть здоровым. То есть вот это моя задача. Я не должна тут его развлекать, удивлять и просто какие-то кулинарные шедевры для него каждый день готовить. Поэтому я, учитывая его также вкусовые предпочтения, вот собираю вот какие-то такие основные комплекты и наборы еды, которые он ежедневно ест, конечно же, пытаюсь максимально менять, но в общем и в целом для себя я как-то немного попустила, потому что и у меня не хватает фантазии, не хватает там какой-то любви к готовке еды, чтобы тут перед ним изощряться. Но главное, за чем я слежу, это все-таки, чтобы питание было здоровым, а все остальное уже за этим подтягивается. Так что сегодня я постараюсь действительно показать вам максимум, что мы за день потребляем и как-то максимально разнообразно. Ну а в последующих видеороликах буду добавлять разные рецепты и других блюд, чтобы нам всем с вами было немного легче жить и готовить для наших малышей. Обратите внимание на эту прелесть. У нас нагрудники от Элази. Это просто что-то сказочное и фантастически красивое. Здесь такой красивый-красивый принт с птичками. И этот нагрудник я одеваю в моменты, когда ребенок ест кашу, когда он ест супы. И в будущем также планирую его одевать, когда мы будем заниматься творчеством. То есть будем рисовать красками, мазаться фломастерами и так далее, и так далее. Сделан он из очень плотного материала, который не пропускает влагу. То есть ребенок остается чистым, но в то же самое время ему очень комфортно. И этот нагрудник после использования можно очень легко помыть, просто под струей воды. В общем, в целом, вот это такое супер спасение, когда нужно ребенка оставить и сохранить чистым в моменты, когда он ест супы, каши. Ну, как я уже говорила, либо занимается творчеством. Так, время обеда. Сегодня будем готовить два вида обеда для ребенка, которые я ему буду давать один день. Один обед, другой день, другой обед. Либо один в качестве обеда в 12 часов, второй в качестве его полдника около 4-5. Что же мы здесь имеем? Первым делом мы, конечно же, будем готовить мясо и рыбу. Сразу покажу, в каких упаковках у меня мясо и рыба хранится. Я их заказываю либо в Ака-Маркете, либо в Вкус Вилл. И они, как правило, приходят порядка 400-500 грамм. Вот в таких вот упаковках, которые я тут же и сразу разделяю. И храню их в своем холодильнике, вот в таких порциях. То есть, это половина, ровно половина. И такой вот половины мне хватает для того, чтобы ребенку приготовить его обед на один или два дня. И вот здесь у меня в икеевских пакетиках, значит, говядина. Вот так она выглядит. Пакетики, почему икеевские? Потому что они очень хорошего качества. Они на зиплоке. И они очень такие прочные, хорошие. И размеры у них разные. Они тоже подходят для любого вида еды. И второй пакетик, это пакет с стейком лососем, который также я буду ребенку сегодня готовить. С лососем у нас сегодня будет такой овощной микс. Здесь у меня брокколи и картошка. Что же я ребенку предложу с говядиной? С говядиной я ему предложу микс из овощей. Здесь у меня спаржа и цветная капуста. Также будет кускус, который я буду добавлять к мясу. Также лук, чеснок. И в виде соуса я буду использовать баночки Гербер. В моем доме этих банок огромное-огромное количество. Они у меня остались еще с того времени, когда Рэм ел пюре. И, конечно же, со времени карантина. После карантина на 3 месяца мы уехали и запасы у нас остались. Чтобы добро это не выбрасывать, я использую эти баночки и это пюре в виде соусов. Чтобы не делать сметанные соусы или соусы на муке, вот такие вот овощные пюре, они прекрасно подходят к любому блюду в качестве такого соуса, который придаст немного влаги еде. Особенно, если мы используем кускус, который всю влагу как раз-таки в себя забирает. Сегодня для приготовления рыбы мы будем использовать процессор еды от Агу. Обычно такого рода процессоры используются, когда только вводится прикорм для приготовления разных пюре и, конечно же, для приготовления более сложной еды. Но мне очень интересно, возможно ли продолжить пользоваться такого рода приборами на своей кухне, когда ребенок уже вырастает. Ну, когда уже давным-давно пюрешки стали просто либо какой-то вкусняшкой, либо перекусом во время прогулок. И ребенок уже давно ест еду кусочками, ест взрослую еду и, в принципе, пюре остались уже в давнем прошлом. Сегодня попробуем посмотреть, что у нас из этого получится. И, в принципе, в приготовлении нашего меню на день ребенка будем много использовать именно этот процессор, все его функции и посмотрим, подходит ли он действительно для более взрослой пищи. Сколько же раз в день мы едим? Значит, у нас основные приемы – это завтрак, это обед, полник и ужин. Итого у нас 4 таких основных приемов пищи. И посередине, в течение дня у нас перекусы. На самом деле, вот эти перекусы, их количество я особо не контролирую каждый день. Просто приблизительно контролирую то время, когда ребенок получает. И это в основном вот ровно половина времени между нашими приемами пищи. Если, например, завтрак у нас в 8.30, а обед у нас в 12, то приблизительно где-то в 10 я ребенку могу дать что-то перекусить. И порядок этого перекуса, он варьирует. Как правило, фрукты – это первая часть дня. Если это творожки, какие-то сухарики или прочий перекус, то это все на вторую половину дня. Порции ребенка, они по сей день у меня приблизительно от 200 до 350 грамм. Иногда ребенок не голодный, иногда наоборот он очень голодный и съест больше, чем обычно. Но, в принципе, после года эти объемы ребенок регулирует сам и ест относительно своего аппетита. Если смотреть по времени, как я уже сказала, завтрак у нас приблизительно в 8.30, обед в 12, то есть это перед его дневным сном, на который он, как правило, отправляется в час. Полдник у нас где-то в 4.00-4.30 и ужин приблизительно в 7 часов вечера. Спать, кстати говоря, он отправляется в 8.00-8.30 самое позднее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что же мы в течение дня перекусываем? Первое, что у нас в меню всегда есть, это фрукты и ягоды. Сегодня ребенку на перекусы я предлагаю манго, потом у него голубика в его обычном контейнере, с которым он по дому носится, эти ягоды ест. В дни, когда у нас, например, нет манго, я могу предложить ему апельсин, могу предложить мандарин, могу предложить ананас. В принципе, любой фрукт, который я могу найти в магазине. Если говорить про еду для ребенка, продукты, мясо, молочку, фрукты, то в Санкт-Петербурге в основном эти продукты я покупаю либо вкусвилл, либо эко-маркет. То для меня лично это самый-самый лучший магазин, а на третьем месте это перекресток. Но, так как, например, у вкусвилл доставка в течение двух часов после размещения заказа, то для меня это просто вот победитель номер один с золотой медалью. Что еще маме нужно, когда она сидит дома с ребенком? Доставка еды за два часа. И там хоть можно, в принципе, обнаглеть в конец и заказать на 500 рублей там чего-то чуть-чуть, все равно тебе привезут. Значит, что еще у нас по перекусу в течение дня? Детская ряженка. Потом каша здесь вот гречневая, но также есть еще злаковая. И такие каши, кстати говоря, тоже беру с собой. Чуть позже сейчас покажу, что я собираю ему в прогулке. Потом дальше у нас есть еще либо полдник, либо еще дополнительный перекус, если ребенок хочет есть. Я ему предлагаю творог. Творог, к слову говоря, он сильно не любит. И заставить его съесть творог, это вот прям большая беда. Поэтому вот мне в помощь такой творог из тех же вкусвилл со злаками. Вкус у него просто сумасшедший. И, кстати говоря, возвращаясь к теме того, предлагать ребенку взрослую еду, ну как их с кашами, творог либо детский, то у детского творога намного-намного мягче вкус, просто потому что там кислотность снижена. И этот продукт специально производится для деток. Поэтому если ребенок отказывается есть взрослый творог, попробуйте вот такого плана детский творог. Он просто приятнее, вкуснее, может быть, ребенку понравится больше. И к этому творогу я также добавляю ему хлебушек. Он очень любит ржаные вот такие вот варианты хлеба. Здесь супер вкусный хлеб из эко-маркета. Тут семечки и сухофрукты. Он нереально вкусный. Вот это прям наша любовь. И из Риги я привезла еще вот такого плана сухарики. Это, конечно же, белый хлеб. Не самый лучший на свете, но эти сухарики очень вкусные. Так что упаковка закончится, больше их есть не будем. Ну и вот в том же вкусвилл я нашла еще вот такой вот хлебушек. Его тоже попробуем. У флюоральпин есть еще вот такие сухарики. Но у них, в принципе, всяко-разно есть. И печенье, и сухари. Этим все мы тоже в течение дня в качестве перекуса пользуемся. И очень актуальная тема прогулок сейчас в более холодное время. Когда на улице не так комфортно в Санкт-Петербурге. Сами знаете, погода так себе. Климат у нас ужасный. Очень жесткий. И каждый раз, выходя на улицу гулять, нам нужно позаботиться о том, чтобы с собой был перекус. Не только игрушки, но и также перекус. Живем, к слову говоря, на девятнадцатом этаже. И если гуляем тут на площадках во дворе, то, в принципе, подниматься сильно неохота. Уже не говоря о том, что если ты выезжаешь куда-нибудь, там, я не знаю, в парк, либо в ресторан, то, конечно же, перекус у ребенка я всегда беру с собой. Сейчас покажу, что у меня вот в этом прекрасном рюкзачке. И зацените, да, рюкзак – это детский рюкзачок от Элоди. Когда ребенок подрастает, и уже можно его вещички складывать в его отдельный личный рюкзак, что может быть лучше вот этого рюкзака? Он нереально красивый. Ссылку на него тоже оставлю, если кто ищет для ваших малышей. Рюкзачки, он специальный для деток, маленьких совсем. Вот здесь еще есть кнопочка, которую ты закрываешь на животике, чтобы лямки просто не спадали с плечиков. Ну, ладно, давайте посмотрим, что же у нас в нашем рюкзаке. Этот набор для прогулок в осеннее холодное время, либо даже для поезда куда-то в гости, я нашла самым-самым необходимым. Значит, первое, что у нас всегда есть, это, конечно же, паильник. Паильник с водой, которую ребенок будет пить во время своей прогулки. В холодное время очень важно иметь с собой термос. Мы пользуемся тоже вот такой вот красотой от Элоди. Ну, про дизайн здесь говорить не приходится, потому что это просто невероятно красивая вещь. Размер как раз-таки для ребенка и для детского рюкзака просто идеальный. Вот сравните паильник и термос. И сюда можно ребенку налить теплый компотик, теплое молоко. В общем, любое питье, которое вы даете ребенку, которое может оставаться теплым во время холодной прогулки, ребенку на той же площадке можно предложить попить. Здесь принцип обычного термоса, кнопочка и чашечка. И, в общем, можно также наливать в паильник. Ну, я даю ребенку просто из чашечки попить, он уже умеет. С этим никаких проблем. Но всегда теплое питье у нас в холодное время года с собой. Также в качестве перекуса я беру вот такой вот био-йогурт, либо кашу. Здесь у меня со злаками молочная, а это био-йогурт. Вот, ну, в этом случае уже с добавками, ну, просто, ну, вкуснее. И ребенок точно не останется голодным. Потом у нас есть печеньки флор-альпин. Здесь печеньки с пребиотиками. Их я очень-очень люблю, во-первых, потому что у них удобная упаковка, во-вторых, потому что они крошатся намного меньше, чем другие печенья. Ребенок их ест намного дольше. Например, когда тебе нужно, чтобы он в коляске не орал, такое печенье частенько оно спасает. Также на случай, если сильно хочется есть, я также могу положить баночку Гербер и с собой нашу маленькую ложечку. Это ложечка Айкен. Она, конечно же, идеальна для ручки малыша, но я сама тоже очень легко могу кормить ребенка именно такой ложечкой. Ну и запасная наша ложечка, это, как обычно, твист шейк. То есть это идеальная ложка для кормления ребенка, когда это делает мама. То есть она длинная, удобная для мамы. И форма ее очень удобна для того, чтобы набирать еду. Потом здесь у нас нагрудник обязательно с собой. Это особенно, если мы едем куда-нибудь в кафе. Ну вот, обратите внимание, как можно с таким набором не поехать в кафе. Мне кажется, это прям вот необходимость с такой красотой ребенка выгулить. Потом также у нас есть здесь дорожная тарелочка. На случай, если есть необходимость ребенка где-нибудь покормить и нет посуды, вот такая вот тарелка, она занимает мало места. Всегда можно ее бросить, и она, в принципе, не мешает. Но всегда оказывается для нас полезной. Из еды это, наверное, все. В рюкзаке еще остается достаточно много мест для какой-то игрушки малыша или для подгузников. Тут есть и кармашек для мелких каких-то, там, если нужно, соску взять с собой или еще что-нибудь. В общем, места тут для детских вещей предостаточно. Для еды, игрушек, смены одежды, подгузников берите себе на заметку. Что касается посуды, мы неизменно пользуемся посудой манчкин. То есть это всевозможные мисочки на присосках, это всевозможные контейнеры, паильники. В общем, это прям наша любовь, мне кажется, с первого дня прикорма. И также в клуб самой любимой посуды добавилась посуда твишейк. То есть это вот такая вот система мисочек, тарелочек и матика, которые прикручиваются друг к другу для более удобного хранения. Все это дело герметично, очень удобно брать с собой. Также, если ребенок, например, поел и не съел свою порцию крышкой, накрыла, тарелочку просто протерла, положила их в водильник до следующего приема пищи. Ну и, наверное, самое большое преимущество этой системы посуды, ради, в принципе, которого я купила весь этот комплект, это мощная присоска. То есть вот к нашему большому стеклянному столу, поместив этот матик и прикрутив мисочку, либо тарелочку, я знаю, что мой ребенок эту миску не открепит, не отдерет, не оторвет и не перевернет, раскидав еду по всему полу. То есть это очень надежный вариант для тех малышей, которые так и норовят переворачивать и швырять свои миски и, в общем, еду в этой миске вместе с ней. Из всего комплекта больше всего я люблю миски, ну, по крайней мере, сейчас в возрасте Рэма. Это самое удобное, потому что у нее очень высокие бортики, и получается, что ребенку, во-первых, очень легко набрать, да и, в принципе, очень удобно его кормить, когда ты даешь каши, супы и более такую, ну, жидкую еду. В свою очередь, тарелочки, они более подходят для, ну, не знаю, сухой еды, что ли, то есть это котлетки, там, макарошки, ну, в общем, все, что не жидкое, тарелочка прям вот для такой еды. Что у нас, подруги, по ужину? Ужин, как обычно, у нас сильно классический. На ужин мы едим биолакт. Биолакт без сахара. Это конкретный биолакт из ребенка, который я покупаю в вкусвилл. Но, в принципе, любой биолакт, который без сахара, без добавок, он нам годится. И для того, чтобы ребенку он не надоедал, и для того, чтобы он все-таки был вкусный, и жди вкусы менять, и также, чтобы ребенок получал дополнительные витамины, то я добавки готовлю сама. То есть я проварю разного вида фрукты, ягоды и так далее. И, в общем, биолакт у нас получается каждый раз другой. Сегодня у нас груша, яблоко и нектарин. Это все дело я отправлю в нашу проварку. Она у меня уже после обеда подготовлена чистенькая. Ну, в общем, часть фруктов сюда можно помещать максимум 300. Поэтому я постараюсь поместить так, чтобы всего у нас было плюс-минус одинаково. Будет вторая порция, которую я уже после приготовления отправлю в контейнер и в холодильник. Так, накрываем все это дело крышкой. Так, главное, чтобы все зафиксировалось. И наливаем воду. Так, включаем. Нам нужно будет проверить всего лишь на одном уровне. И времени, я думаю, нам 10 минут точно хватит. Ладно, ставим 10. Поехали. Ну, все, готовится. Так, пока наши фрукты готовятся, я подготовлю биолакт. Я, как обычно, использую нашу бутылочку манчикин, которую, в принципе, мы для кефирчиков в смузи используем уже, наверное, вот прям с вода в прикорм подобных консистенций. Очень крутая бутылочка с лучшим носиком именно как раз-таки для кефира. Значит, половину наливаю где-то биолакт. К слову говоря, на ужин Рэм съедает таких две бутылочки. И для лучшего пищеварения я еще добавляю одну чайную ложечку льняных семян. Так, ну все, проварка сделала свою работу. Теперь я достаю... Отсюда фруктики. И переворачиваю и кидаю их сюда. Так, такой без палочки. Опа. И измельчаем. Так. Так. Угу. Циклов, наверное, сделаем... Сколько? Три? Три. Погнали. Субтитры делал DimaTorzok ну вот дело сделано так проблема все это в контейнер и сейчас для того чтобы все это дело остыло вот у нас как раз таки один контейнер и получился с тех пор как малыш подрос я больше не снимаю шкурку с фруктов и овощей даже со всей шкуркой на самом деле очень хорошая консистенция все это у меня потихонечку остывает и потом я добавляю в кефир все остыло у нас и добавляю просто до полного объема фруктовое пюре и все нож кефирчик готов еще хорошенечко перемешалось и вуаля кстати еще чем хороша эта бутылка тем что даже семена хорошо помолоты и можно в эту бутылочку добавлять и они будут проходить через носик светлый нагрудник чтобы не испачкалась светлая майка держи ну вот подруги такое наше меню было на сегодняшний день информацию очень много попыталась вам рассказать максимально полезной интересной информации пишите в комментариях чтобы вы еще хотели видеть из нашего меню ну а мы со своей стороны будем немного чаще стараться опубликовать подобные ролики чтобы показывать вам разнообразие нашего меню но и в общем быть возможно помощью для тех мамочек которые уж никак не могут придумать что же еще предложить малышам в качестве очередного приема пищи с нашей стороны на сегодня это все прощаемся с вами и увидимся в следующем видеоролике пока